Омское управление Росреестра провело почти 3,5 тысячи проверок целевого использования земли. Сумма штрафов по итогам 2016 года 25 миллионов рублей. На землях, предназначенных под жилищное строительство, бизнесмены возводят магазин и продают алкоголь. В рейд с инспекторами государственного земельного надзора Омской области отправилась и Тахминат Инысова. У него земельный участок вообще по ДЖС. А тут сами смотрите, здесь получается киоск горячее питание, да, и киоск овощи, фрукты. Все, самого жилого дома его нет. Заглянуть на огонек в павильон, расположенный в частном секторе Ленинского округа, можно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Здесь, на месте жилого дома, магазин с претензией на общий пит. Ну, алкогольный ассортимент сразу. Спиртное, чай и сигарета. Территория окружена колючей проволокой. Видимо, непрошенным гостям тут не рады. А во время проверки у продавца и вовсе случился приступ амнезии. Хозяина участка и павильона женщина не знает. Здесь такое есть, появляется? Я откуда уже? Ну, собственник земельного участка. Да, вы даже не знаете, да? Просто осуществляете торговую деятельность и все, да? А вы тогда, получается, договор с кем заключали? Нет, я. То есть вы неофициально работаете. А кто ваш работодатель? Понятно. Земельный участок на улице Гуртьева предназначен для жилого дома. Магазин тут стоит незаконно. И таких примеров сотни. По итогам 2016 года специалистами Росреестра было выявлено 188 нарушений, связанных с нецелевым использованием земли. Устранено 71. В это число магазин на Гуртьева не попал. В результате выявленных мероприятий установлено, что собственник ничего не устранил. Размер штрафа за неисполнение предписания по статье 19.5 составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан. За повторное неисполнение предписания грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Но не стоит надеяться отделаться лишь штрафами, бесконечно не устранять нарушения и платить за это не получится. Материалы по участкам будут направлены в Департамент имущественных отношений Омска, который в свою очередь подаст в суд иск о сносе несанкционированных объектов. Тахмината Нысова, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.